Каждый второй ребенок в России поступает в первый класс с хроническим заболеванием, заявляют медики. В Нижегородской области снижается младенческая и перинатальная смертность, но показатели заболеваний, инвалидности детей и подростков остаются на высоком уровне. Второй межрегиональный форум должен рассказать об инновационных технологиях лечения и профилактики болезней. За последние годы внимание в детском здоровье стало приоритетным. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что начиная с 90-х годов состояние здоровья детей стало ухудшаться. Во всех региональных программах модернизации по всем регионам Российской Федерации не менее четверти от объема финансирования должно быть направлено именно на развитие детской медицины. Все болезни из детства не устают повторять медики. Основа здоровья – грудное вскармливание. И не может быть никаких причин, чтобы не кормить ребенка грудью. Миф современной матери давно развеян. Хотя детское питание, то есть смеси, не самый плохой вариант. В Нижегородской области остается проблема вскармливания коровьим молоком. Мы мамам всегда говорим, коровье молоко предназначено для питания телят. И когда мы начинаем кормить коровьим молоком, то биологические особенности роста теленка мы переносим как раз на наших детей. Одна из центральных тем форума – детский церебральный паралич. За последние полвека детей с ДЦП стало больше в 24 раза. 50 тысяч в России, и это только по официальным данным. В реальности же таких детей более миллионов, говорят медики. Причина – болезни матери, а также вмешательство в естественный процесс родов. Современная медицина справляется с этой болезнью. Только не у всех родителей есть возможность лечить своего ребенка в реабилитационном центре. Просто потому, что таких центров критически мало, и лечение там дорогостоящее. По нашим исследованиям, более 60% детей выходят с хорошей положительной динамикой. У 40% детей удается отказаться от диагноза умственной отсталости. И 70% детей подготовить к школьному обучению в результате комплексной коррекции. Серьезными и неизлечимыми заболеваниями в России страдают в основном недоношенные дети. 98%. Для сравнения, в Европе лишь 12% родившихся раньше срока становятся инвалидами. Восстановительная и реабилитационная медицина, чему и посвящен форум, актуально сегодня. Форум продлится неделю, а первый день собрал неполный зал педиатров. Ксения Доринова, Алексей Калякин. Объективно ННТВ. Буквально всех специалистов.